Мы приступаем к изучению, что же такое любовь. Каждый человек, живущий на планете, испытывает любовь. Но как-то хотелось бы его более заземлить, определить в понятиях, для того, чтобы было ясно, что же это такое. Любовь – это чувство, все знают об этом, которое испытывает человек либо к себе, первоначально он испытывает к себе, а потом это чувство, как он испытывает к себе, он хочет проявить на другом человеке и увидеть, насколько он готов любить другого человека, и этот человек готов любить его. Первоначально первое чувство, которое испытывает человек – это чувство любви к матери, так как любое живое существо зарождается первоначально внутри живого организма женщины. Это называется безусловная любовь. При соединении двух сердец внутри, мамина и ребенка, происходит первоначально первое функционирование ребенка по определению, насколько его ждут в этом мире, насколько его любят в этом мире, как о нем будут заботиться. Это называется внутриутробный период. Или еще сказать, безусловная любовь матери как к ребенку, которая появляется уже более гармонично, развивается, когда ребенок появляется на свет. Этот период от нуля до первого года жизни, когда ребенок уже становится живым существом, и его могут проявить к нему чувства, и он может проявить это чувство взамен к маме. Каким образом это проявляется? При кормлении – это первый контакт, который происходит между ребенком и матерью. То, что необходимо каждому человеку, так как мы через пищу ощущаем своеобразную форму любви и заботой о самом себе. Если при кормлении происходит контакт с любовью, с пониманием, когда нужно ребенка кормить, требование его удовлетворяется, то функция от нуля до первого года у ребенка закрепляется, как его естественные потребности, в безопасности. Второй этап – это от единицы до трех лет. Здесь ребенок смотрит, как любит его отец. Обязательное проявление этого чувства и участие второго родителя в семье для ребенка является фактом безопасности, защиты, уверенности, самоутверждения, так как во все-таки при присутствии, при рождении ребенка организуются и мама, и папа. Третий этап, когда ребенок начинает чувствовать любовь и пытаться ее уже проявить, это от трех до пяти лет, это чувство самовыражения. Посмотрев, изначально заложено то чувство, которое ему дала мама, то чувство, которое ему дало папа, ребенок впервые пытается это чувство попробовать на других людей, тем самым проявить свое «я» как независимое, о том, что «я хочу», «я могу». И это также возраст, когда ребенок требует очень много внимания на себя. Если родители разбираются в этом промежутке времени и понимают, когда ребенок требует именно для того, чтобы удовлетворить физиологические потребности, или когда уже эгоцентрические потребности, это когда сверхмеры, разбираясь в этих понятиях, ребенку необходимо объяснять, что сейчас мы готовы тебе проявить любовь, но если родитель занят или видит, что это уже с точки зрения эгоизма ребенок требует, лишь бы было все ему необходимо в этот промежуток времени, мягко учиться отказывать, разъясняя, что сейчас «я» – это «я», «ты» – это «ты». Мы с тобой поговорим об этом через такое-то время. И это время обязательно учитывать, потому что в каждом из нас встроены часы, а в детях они встроены в три раза сильнее. Чувство интуиции у ребенка очень взаимосвязано. В этот же самый период у ребенка первоначально начинает проявляться ощущение его тела. И те чувства, которые он взял от мамы и от папы до трех лет, он уже начинает инициировать как телесным контактом. Ему очень необходимо, чтобы его погладили, необходимо посидеть на ручках, необходимо обнимание. Это язык любви, который впоследствии я вам расскажу как тактильный язык. Также в этот промежуток времени у ребенка происходит созревание роли, определение инициации себя, как мальчика и как девочки. И тут вступает первоначальное отношение с противоположным полом. А первый, кто есть в противоположном поле – это для мальчика – это мама, для девочки – это папа. Ребенок начинает соперничать с родителем другого рода, другого пола, за любовь противоположного. Таким образом, пытается перетянуть любовь на себя. И как бы неформально сказав, а ты меня любишь, а ты меня также любишь, как папу, или как мама любит папу, таким образом, ребенок, еще не осознавая, но на уровне своих внутренних чувств, задает эти вопросы, и ему очень важно увидеть ответную реакцию. Если родители не понимают в этот промежуток времени, что происходит с ребенком, ребенка может быть зафиксирована отверженность, и он уйдет внутрь своего тела, таким образом, построив щит вокруг себя, который впоследствии, конечно, необходимо будет прорабатывать. Следующий этап – от 5 до 11 лет. Это когда ребенок входит в стадию эдипового комплекса. Эдипов комплекс – это именно проявление сексуальных своих потребностей, как бы это ни звучало. Эдипов комплекс еще первоначально инициировал Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа. Эту детальную информацию я изложу в одном из уроков, для того, чтобы была более ясность. Сейчас же мне хотелось рассказать, что с 5-летнего возраста ребенок уже начинает чувствовать свои сексуальные желания, его тело начинает оживать, так как на нашем теле более полумиллиона рецепторов. И очень важно инициировать о том, что первоначально между папой и мамой происходят какие-то телесные контакты. И ребенок хочет этого же телесного контакта одним словом сказать «дайте мне то, сам пока что, я не знаю что». Здесь родители играют очень важную роль, потому что если родители не определяют границы контакта с ребенком и не понимают, к примеру, своих чувств, что происходит, то с стороны детской это может выглядеть как бунт, протест, ребенок будет нервный, капризный, ребенок будет все делать и рушить отношения в семье между мамой и папой. В основном, когда появляется ребенок и он находится в этом промежутке возраста, происходят первые кризисы, проблемы в семье, не понимая, что же произошло, так как это становится треугольник, треугольник, о котором я также расскажу чуть позже. Помимо этого, ребенок с 5 до 11 лет уже начинает проявлять в себя все, что было заложено до этого периода, так сказать, тестировать в этот мир и в эту жизнь, что уже происходит, как его научили любить, как к нему прикасались, насколько о нем заботились, какие потребности у него закрыты. И все это можно сразу следить. Поэтому в детском возрасте очень сильно легко можно определить, что происходит в семье, потому что ребенок – это зеркало семьи, и оно не умеет обманывать. С 11-летнего возраста ребенок входит в стадию уже проявления и поиска человека, который бы мог бы также его любить, как мама любит папу или папа любит маму. Тем самым он хочет проявить себя, свое «я». И тут же происходит второй этап полового созревания. Второй этап, когда ребенок уже хочет тактильности, внимания, на этом этапе происходит первая любовь, которая для кого-то может быть разочарованием, а для кого-то может быть любовью на всю жизнь. И именно здесь характеристики основываются по этапу, как выбирает ребенок себе партнера. Тут уже можно определить, насколько он любит самого себя, насколько его любили сами родители. Также можно на этом этапе определить, любит ребенок себя, кем он будет, какую профессию он выберет, и какой этап в жизни, впоследствии, по какому сценарию он начнет жизнь. Будет ли любовь для него как приключение, как интересное событие, будет его этап взрослости формироваться. Либо для него будет каторга, либо жизнь борьба за все, что необходимо ему получать, все ему нужно будет отдавать. Итак, языки, язык любви, формируются из пяти составляющих. Об этом очень детально. Вы сможете ознакомиться в книге Гарри Чапмана «Пять языков любви». Мне бы хотелось рассказать вам об информации, чтобы вы поняли, что же такое язык любви и как определить свой ведущий язык. Языков пять, и они как раз определяются в тот временной период, который я вам сейчас рассказала. Первый этап, вообще, который есть, это слова поощрения. Насколько мы хвалим наших детей, насколько мы одобряем поступки детей, не наказывая за какую-то провинность, а именно входя в контакт и метод поощрения за то, что ребенок сам покушал, сам оделся, сам застилает кровать. Такие детали очень с детства в последующем делает ведущим какой-то язык любви более активный. Если для человека слова поощрения очень важны, ему важно, чтобы ему давали оценку со стороны люди. Если это партнер, то для девочки очень важно, чтобы мужчина говорил, как она красиво выглядит, как она готовит, какая она умница. То есть, таким образом женщина расцветает. Если это мужчина, то качество, которое присуще мужчине, очень важно озвучивать, насколько он мужествен, как он заботится о семье. То есть, через язык формировать то, что необходимо именно данному человеку. Таким образом, человек начинает расцветать и будет стараться сделать в два раза больше. Любовь, по сути, это сосуд, который есть внутри нашего тела. И когда этот сосуд наполнен, человек живет и идет по миру легкими шагами с улыбкой на лице и у него все получается. Это называется жить в потоке. Если же происходит иссушение сосуда, человек не знает свой язык, либо он не получает наполнение, то сосуд дает трещину и происходит большое количество обид, потому что человек просто сам не понимает, что происходит с ним в данный момент. Второй язык любви это время, которое также очень важно каждому человеку. В наш современный мир мы перестали уделять время друг другу, находясь постоянно в заботах, в трудах. Даже находясь другим человеком, вроде, ну, скажем, я уделяю тебе время, я вот тут с тобой посижу. Но в этот же самый промежуток человек может находиться в телефоне, в компьютере. Это отсутствие человека. Время это значит, что я здесь, я сейчас, и я с тобой. Для этого очень важно понимать, если ваш ведущий язык время, то вам очень важно договориться с вашим партнером, также дать самому себе время, сколько времени вы сможете уделять лично себе, либо уделять партнеру. Это быть с ним один, тет-а-тет, так сказать, принадлежать ему, либо принадлежать самому себе. Все зависит от того, ваш это язык или виза и партнер. Третий язык это подарки. Большинство мужчин и женщин могут сказать о том, что подарки, ну, каждого понимания подарки, они огромные. Подарки могут быть сделаны своими руками. Подарок может быть не обязательно в материальном мире, связанном, что можно сказать, что у меня нет денег. Можно разные формулировки дать пониманию, что такое подарок. Но для этого нужно все-таки выяснить, что важно партнеру или важно вам. Подарок. Подарок также будет ценен, если это будет приготовленный ужин своими руками, это тоже будет являться подарком. Прогулка. Не обязательно связать подарок и материальность. Все зависит от вашей фантазии и на того, насколько вы готовы быть открыты. Помощь. Очень важно понимать, если язык человека помощь, то ему необходимо, чтобы кто-то, кто будет с ним рядом, оказывал какое-то взаимодействие, то есть брал часть какой-то функции, которую он несет на себя. К примеру, большинство было разделено ранее, до нашего с вами появления, что женщина это домашняя хозяйка, мужчина это зарабатывает деньги и приносит их в семью. Но почему-то не всегда получается реализация того, что женщина заботится о доме, а мужчина обесценивает ее работу. Есть факт, женщина делать может много функций, но какую-то функцию она может не любить. Если ее язык именно помощь, то когда муж придет домой и просто сделает какое-то действие, которое делает она, помыть посуду, полы помыть или пропылесосить, это не обязательно будет являться фактом, что это мужчина будет брать на себя. Женщина при этом расцветает, понимает, что она такой же равнозначный партнер. С мужчинами это строится точно так же. Ведь для того, чтобы оказать помощь друг другу, достаточно всего лишь поговорить и понять, в какой степени человек устал, указать ему маленькое содействие, поддержать, так сказать, свою вторую половинку, которая за эту поддержку ответит вам сто крат больше. Пятый язык это прикосновение. Ну, как-то устроено так, что большинство мужчин скажет, что их ведущий язык это прикосновение, основываясь на сексуальный опыт. Но, прикосновение это не обязательно именно связано с сексуальностью. Это так же будет являться массаж, прикосновение, поглаживание, то есть все, что связано с телом, посидеть рядом с человеком, объятие, это все является языком именно прикосновений. А в данном уроке я вам рассказала о том, что такое язык любви, как он формируется, на что необходимо обратить внимание по формированию языка любви. Рассказала вам о том, что их пять, рассказала, на каком этапе он формируется. Поэтому, для того, чтобы перейти к следующему уроку, вам необходимо сделать домашнее задание определить ваш ведущий язык любви и язык любви вашего партнера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!